Сегодня тверичане часто жалуются на то, что обещанное им в период пандемии послабление на получение разного рода госуслуг на деле оборачивается еще большими сложностями. Так как офисы многих контор закрыты, телефоны не отвечают, а дистанционно решить вопросы не всегда возможно без личного посещения офисов. Особенно часто приходится обращаться в пенсионный фонд. При этом горожане стараются по возможности избегать этого для предотвращения инфицирования. И вот как сегодня выяснилось, граждане по-прежнему могут обращаться лично в отделение пенсионного фонда. Правда, делать это надо в исключительных случаях. Об этом заявили в ведомстве, комментируя сложившуюся ситуацию, когда из-за коронавируса людям рекомендуется соблюдать режим самоизоляции. С момента введения режима самоизоляции у граждан стало возникать огромное количество вопросов к государственным структурам. Несмотря на задекларированный режим работы онлайн, то в одной, то в другой организации нет-нет да потребуют лично принести тот или иной документ. В том числе и в пенсионном фонде, где нашу телекомпанию заверили, что на сайте ведомства есть достаточно сервисов, благодаря которым многие дела можно решить в режиме онлайн. Заявление о назначении пенсии по ее доставке, по назначению ежемесячной денежной выплаты. При этом во многих случаях приносить дополнительные документы не требуется, потому что пенсионный фонд делает очень много сейчас неживостных запросов, которые позволяют оказать услугу полностью без визита гражданина. Тем не менее, необходимость личного визита гражданина в ряде случаев отменить тоже нельзя. Например, если требуются документы по назначению пенсии или оформляется пособие на погребение. В таких случаях людям необходимо записываться на прием заранее, чтобы при визите свести риск заражения коронавирусом к минимуму. Поскольку прием осуществляется по предварительной записи, он не ожидает в очереди и сокращаются контакты между гражданами в зале ожидания. Тем не менее, гражданам, в особенности пожилого возраста, лучше воздержаться от посещения любых общественных учреждений без крайней необходимости. Как показывает опыт, наши люди не всегда соблюдают безопасную дистанцию. Не важно, это зал ожидания федерального ведомства или общественный транспорт. Ведь до того же пенсионного фонда пожилым людям надо еще и доехать, а это дополнительные риски заражения. Хочется надеяться, что это обстоятельство будет учтено чиновниками, и ими будут предложены иные варианты оформления документов на период пандемии коронавируса.